Ух ты, блядь, ну вот так это все сделано, что я поделаю? 2 миллиона 200 тысяч, самая базовая версия. Что вы получите за эти деньги? До этого они катались на фольксвагенах, омароках. Обплевались все. Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Московской области, в городе Кашира. У меня на производстве, так скажем, на моей маленькой промзоне. Что я вам хочу рассказать? К нам сюда приехала Toyota Xilux. Так сказать, легендарный врамный внедорожник, но в базовой версии. Цена данного автомобиля 2 миллиона 200 тысяч рублей. Зачем она к нам приехала? Параллельно с рекламой мы периодически оклеиваем машину. Вот этот автомобиль будет кататься по М4, даже 10 таких автомобилей, оклеенные. Аварийный автомобиль, если вдруг с вами что-то случается на дороге, и, соответственно, вы звоните, он к вам приезжает, оказывает вам первую необходимую помощь. Вот давайте вместе с вами посмотрим, что представляет из себя базовая Toyota Xilux за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Погнали! Не обращайте внимания на посторонние вещи. Самое главное, вот, наш герой. 2 миллиона 200 тысяч, самая базовая версия. Ну, естественно, когда ты стоишь возле автомобиля и смотришь на него, ну, здоровая шайба. Чисто пикапчик такой, фермерский автомобиль. Да его и преподносит компания как автомобиль не для городских условий, а автомобиль для активного отдыха, либо же для каких-то иных задач. Ну, из серии, там, вы фермер, либо же вы магнат, бетонный ездите на бетонный завод, там, или еще куда-то, где труднопроходимые места. Вы можете рассмотреть себе данный автомобиль. Что важно понимать? Что самая базовая версия предусмотрена, естественно, для кого? Для водителя. Вот как в нашем случае 10 автомобилей закупили базовую версию, чтобы люди на них просто передвигались. Если вдруг вы, там, директор и покупаете автомобиль для себя, естественно, вам предложат топовую версию. Она стоит практически 3 миллиона рублей, но если быть совсем точным, 2 миллиона 725 тысяч рублей. Что вы получите за эти деньги? Вообще вы ничего за эти деньги не получите. Галогеновая оптика, бампер пластиковый. С одной стороны, в этом огромный плюс, потому что его не жалко ни поцарапать, ничего. Заглушки идут для противотуманок. Естественно, самостоятельно можно это все дело доставить. Колеса у нас идут на стальных дисках, штампованные, 17-е. Резина, в принципе, неплохая. То есть для этого автомобиля придвигаться по какому-то там бездорожью, я думаю, будет комфортно. Но важно понимать, что несмотря на то, что автомобиль рамный, с полным приводом, как пишет сама Toyota, здесь подключаемый полный привод передний. Подвеска на автомобиле передняя, независимая, на двойных поперечных рычагах. Задняя подвеска зависимая, рессорная. Все это, естественно, идет со стабилизаторами. Клиренсу автомобиля, ну зацените. 227 миллиметров. Кузов автомобиля, ну вообще цвет идет белый. Это самый базовый цвет. Это не перламутр, ничего. В общем, с таким цветом, по идее, могут быть проблемы. Особенно, когда автомобиль проедет много или же уже станет старенький. Будет заметно. Ну, с другой стороны, его вообще пофигу. Поцарапаешь ты его, что-то с ним чинить, делать. Нет никакого смысла. Это автомобиль, как я сказал, для хоз-нужд. Огромный у него, получается, багажник. Ну, назовем его так. Ух ты, блядь. Ну, вот так это все сделано, что я поделаю. Дверь задняя, получается, тяжелая. Кузов большой, но относительно большой. Что-то сюда набросать можно. Опять же, нужно ставить либо какой-то дополнительный кунг, либо же покупать специальные крепления. Наверняка все это предусмотрено. Вот, пасы есть. То есть, натянуть, положить что-то сюда. Кого-то посадить. Вот у нас идет стекло заднее с базовым защищено. Защищено, типа, от удара и так далее. Более прочное. А так, все сделано очень элементарно и просто. Ступенечка есть для того, чтобы вы могли залезть в багажник. При этом, в базовой версии нет никаких подножек для того, чтобы вы могли попасть внутрь автомобиля. Но, предположим, открываем его, да. Высота, сами видите, немаленькая. Залезть в него, ну, не всегда удобно. Потому что, ну, вот я как парень, да, еще смогу туда запрыгнуть. А вот если, например, девушку покатать захотел на свидание, там, наверное, обломается. Что нас встретит по салону? Вот давайте я выйду, чтобы вам показать. По сути, нифига здесь ничего нет. Хотя сама Toyota называет автомобили хорошо укомплектованного уже с базовых версий. У нас идет 4 динамика, но нет мультимедиа. То есть, предустановленная мультимедиа, вы ставите все самостоятельно. Стекла у нас все идут со стеклоподъемниками. Самое главное, ваше стекло, оно автоматическое. Вы можете управлять, настраивать стекла, но вы их не можете складывать. То есть, этой функции нет. Руль полиуретановый, самый простенький. Сидение, естественно, весь салон на тряпочке. Ручник, все как обычно. Обычнейшая приборная панель. Идет кондиционер, самый обычный. Выбор полного привода. То есть, понижающую передачу вы можете включить. Можете включить просто передний привод. Подогрев у вас есть. Это типа, знаешь, как доп-опция. Ну, не доп-опция, а зимний пакет так называемый. Подогрев сидений. Есть подогрев двигателя. Есть обогрев зеркал. Есть обогрев лобового стекла в зоне покоя стекол. Все. Значит, что он на себя представляет? Сел автомобиль, да? Ну, чисто рабочая тачка. Действительно, рабочая машина. У нас вместо таких обычно покупают Нивы пятидверки. То есть, что-то еще. Там можно какую-нибудь газель себе купить. Соболь там без кунга носиться. Ну, у Каубабки есть эта машина для серьезной компании. Соответственно, у них выделен бюджет. Им купили 10 таких автомобилей. До этого они катались на Volkswagen Amarok. Обплевались все. Говорят, за три года мы просто замучились этими машинами. У них автомобиль практически работает 24 часа. То есть, пришел человек, отработал смену. Другой его взял. И машины постоянно либо ездят, либо стоят. Двигатели работают постоянно. Говорят так, потому что Амарокки. Один уехал в ремонт, вернулся. Другой поехал в ремонт. Тут постоянно-постоянно проблемы. Плюнули, решили заказать. Легендарное качество Toyota. Давайте посмотрим, какой двигатель нас встречает под капотом. У нас идет дизельный двигатель. 150 сил. Крутящий здесь 400 ньютон-метров. Естественно, он турбированный. Бак у автомобиля 80 литров. Заявленный расход смешанный. Будет примерно 8 литров по трассе. За счет того, что автомобили стоят в основном, либо же передвигаются не быстро, я думаю, в любом случае, не более 10 литров. Для этого, собственно, машину и берут. Здесь все самое простое, элементарное. Двигатель уже многим давно-давно известен. Машинка новая. Все сделано. Ну, видишь, так простенько. Но самое главное, работает. Они уверены, например, что они на нем откатают 200 тысяч. Работает это все дело в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Друзья, давайте отметим, что вот в этом плане покупать такой автомобиль лет на 5, на 7, а то и на 10. Да что с ним будет? Самое главное, обслуживание. Менять регулярно масло, следить за автомобилем и намеренно его не насиловать, не убивать. Если хотите выехать на бездорожье, он вам даст такую возможность. Не забывайте, что автомобиль больно здоровый. Но светцы здесь идеальные. То есть, если не быть дураком и не лезть там, где на танке ты не проедешь гусеничатым, тогда, в принципе, вопросов не будет. Эти машины многие базовые покупают под переделку. Сюда начинают ставить лебедки, поднимают автомобили, ставят грязевую мощную такую резину. Берут двигатель помощнее, у них есть на 177 сил, это 2,4 объемом, а есть у них еще вроде 2,8. И, собственно, на нем отправляются кататься, передвигаться. Ну, знаете, есть люди, которые, например, они не ездят на охоту, они не ездят за грибами. То есть, они ничего домой не приносят, они просто вкладывают бабки в тачку и получают удовольствие. Это похоже на где-то через лес, через поля, едут на автомобиле, который изначально стоит 2,2. Плюс они в него около вкладывают еще 1300. Система впрыск у этого автомобиля Common Rail. Грузоподъемность у нашего автомобиля заявленная примерно 815 килограмм. Это означает то, что можно загрузить тонну. Это как минимум и отправиться куда-то в путешествие. Давай посмотрим, что у нас сзади. Ну, как в путешествии. Я думаю, с одной стороны, можно подготовить машину, чтобы передвигаться на ней на дальняк. Но, с другой стороны, не для этого она сделана. Это больше вот, ты работаешь, например, живешь в городе, у тебя там BMW-шечка приехал на ней, поставил, сел на рабочую машину и отправился. Места здесь, ну, достаточно. На двоих человек нормально, но обратите внимание, сиденья сделаны как. 90 градусов практически, да, стоят. Ну, может, чуть поменьше. То есть, некомфортно будет сидеть. Вот у нас, мне галочка уже лежит, будет установлена. В общем, машина однозначно для рабочих нужд. Если вдруг кто-то там фанатеет, ну, знаете, есть люди, фанаты Дуэйна Джонсона, у которого здоровый фордовский пикап Raptor, если не ошибаюсь, и хочет себе купить тачку для передвижения по городу, не надо этого делать. Не совсем комфортный будет автомобиль. Непосредственная рабочая задача. В общем, вот таким он получился. Кататься на нем ехать нет никакого смысла, но есть огромное желание выехать на нем в поле. Ну, как вы понимаете, машина приехала на оклейку и, соответственно, брать ее и сказать, типа, ты посиди, подожди пока. А мы поедем там, поснимаем, покатаемся, посмотрим, что она себе представляет. Заявленный разгон здесь, я думаю, будет более там 12-13 секунд. 2 тонны, 100 килограмм весит автомобиль, 150 сил. 400 крутящего момента. Ну, машина очень тяжелая, а двигатель, да, 150 сил всего. Естественно, может чипануть, но кому это нужно, здесь самая главная надежность. Парктроники даже стоят у нас в автомобиле, но я так понимаю, это нифига не базовая опция, потому что это ставится все дополнительно. На сайте Toyota все вы можете почитать более детально, если вдруг кто-то заинтересовался этим автомобилем. Тачка, конечно, интересная, но чисто для работы. Вот таким получился у нас кратенький обзор. Я все машины буду снимать, не надо писать блондин поверхностно, взял машину, схватил, снял, да, я все буду снимать, мне все нравится. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока!